Итак, Rock Hotel, мы вернулись в этот отель, последняя ночь. В общем, мы решили вернуться в отель, где мы уже были, где было все хорошо, где давали нам хорошие номера. И вот тут-то мы как раз и прогадали, потому что в этот раз нам предложили номер. Сначала предложили этот номер, но кондиционер тогда не заработал. Мы пошли искать другой номер, в другом номере, короче, поломана дверь. То есть в него поселиться невозможно, точнее, можно жить, но если вы выйдете, то номер будет не открыт. Другими словами, любой может туда зайти и забрать все, что угодно. В общем, третий номер нам предложили, получается, там нет кондиционера, там, наверное, персонал живет, тапочки чьи-то валяются. В общем, в результате нет кондиционера, только вентилятор. В общем, другими словами, мы как бы пытаемся объяснить, ребят, но это ненормально как бы. Ребята, говорю, ну вернулись специально к вам. А оказалось, что вы нас не то, чтобы не ждете, а готовы поселить в дыру, в которой вы будете гнить до момента вылета. И вот, получается, мы ушли в надежде, что нам что-то там отремонтируют, или там дверь починят, или кондиционер отремонтируют. Ну, как бы, типа отремонтировали кондиционер, который выключать сейчас нельзя. То есть здесь дверь работает якобы, но этот кондиционер выключать нельзя. И с него постоянно течет вода, постоянно капает, ну, то ли конденсат, то ли что там, вытекает, да и бог с ним. Но в такой луже спать будет невозможно, потому что постоянно падают капли. Даже вот по две капает. В результате тут, получается, наберется за пару часов полное ведро. Ну, и спать будет невозможно, потому что этот звук просто будет выкашивать. В общем, что я хочу сказать вам. Если вы попадете в Rock Hotel, ребята, только за бесплатно. Потому что те деньги, которые мы платим за этот номер, как бы, это вообще того не стоит. Это вообще должно быть бесплатно. Еще за это должны доплачивать, потому что жить в таком номере невозможно. Нам, с одной стороны, вроде бы все равно, но с другой стороны, здесь и правда жить невозможно. Ну, вот заходим в номер, казалось бы, мелочь-мелочь. Ну, вот вода, короче, туда, короче, кто-то в туалет наросходил недавно. Возможно, тут персонал живет. То есть, другими словами, как будто бы нет свободных номеров. Ну, вот результат, вы видите, тут, вот, короче, желтоватая вода. В общем, никто ничего не убирал. Как бы грязно. На полу воды полно, но этот кондиционер накапал. То есть, получается, он тут со шваброй поставлен танцевать. И воду откачивать, получается. В общем, с одной стороны, да, ребята, если эта путевка стоит, в общем, до 200 долларов на человека за 10-14 ночей, ну, возможно, и с этим можно жить. Но если эта путевка стоит дороже, не шагуй сюда, просто не шагуй, ребята. Даже не включите на эту цену. Можете очень сильно пострадать. Нервами. То есть, за свои деньги вы будете еще мутиться. И не важно, какие-то деньги. Потому что для кого-то это большие деньги, для кого-то это маленькие деньги. В общем, на это внимание не стоит обращать. Не стоит говорить, типа, 400 рублей на человек, 400 долларов на человека, это, типа, много или дешево. Нет. Для кого-то это деньги, для кого-то это не деньги. Поэтому лучше так не оценивать. Я считаю, мое личное мнение, это за это должны еще доплачивать. Вам. Или нам. Я уверен, что это не единственный недостаток, потому что этот шкаф разбитый, разорванный. Все торчит, вот гвозди торчат. Ну, то есть, шанса здесь, что что-то здесь работало, в этом номере нет просто. Стоит какой-то шкаф непонятный. Ну, хотя бы плотно, да, к двери. Ну, то есть, вот торчит еще кусок. Непонятно, что это за номер. Непонятно, может ли тут жить. Хотя, вид с балконной двери, да, она вроде панорамная. Ну, вот, вроде бы, как бы и номер нормальный. Но это жесть. Получается, выход сразу на бассейн. Ну, вот так. Держитесь, ребята. Не попадайте в рукхотл. Вот. Или, если в рукхотл, то за 200 долларов максимум на человека. На 10-14 ночей, не больше. Больше не платите. Пожалейте с вами.